В Москве и области объявлен план перехват. Полиция разыскивает преступников, которые устроили нападение на фельдъегере в Домодедове. По разным данным, налет совершили 6 или 8 человек в камуфляжной форме и балаклавах. Вооруженные грабители распылили у служебного авто газовые баллоны, отобрали у курьеров 4 пистолета Макарова и секретные документы. Усадили их в своих же машину, вывезли в соседний поселок, там заложников бросили. Сами злоумышленники скрылись на двух автомобилях, Соболь и Форд. По внутренним установкам спецкурьеры должны до последней капли крови хранить веренные им документы или уничтожить их. Почему же в Подмосковье фельдъегере не только дали себя грабить, но еще и в заложники взять? Ждем данных расследования. Ну а я пока напомню, что же представляет из себя фельдъегерская служба в России. Она доставляет государственные документы особой важности, секретные послания исключительно в компетенции этого ведомства. Президентская корреспонденция, почта Генеральной прокуратуры, ФСО, ФСБ, МВД. Обычно службы используют самолеты. Если фельдъегери доставляют почту на поезде, то для них выделяют отдельный вагон, куда посторонним вход воспрещен. Ну а если автомобилем, то его, конечно, оборудуют спецсигналом. В России еще с царских времен у фельдъегерей был девиз. Если я не спешу, то я теряю достоинство. В настоящее время требования к кандидатам на должность спецкурьера могут показаться несерьезными. Вот это официальный сайт службы с выставленной вакансией. Так как из нее следует, не обязательно иметь высшее образование, не обязательно иметь опыт работы, не умеете владеть оружием, вас обучит работодатель. При этом необходима стрессоустойчивость и хорошая физическая форма. Обещанная зарплата от 28 тысяч рублей.